Здравствуйте! Будет ли возвращена функция полноэкранного режима и включения эффектов? На движке игры Adobe Flash можно было включить эффекты и полноэкранный режим игры. После перехода на HTML5 в игре нельзя включить на полноэкранный режим и включить эффекты. Теперь нет эффекта взрыва от гранатомета и эффекта выстрела в пуль. Когда только убрали движок игры Adobe Flash, на HTML5 даже не было анимации по тоннелям. Спустя месяц на новом движке HTML5 сделали анимацию ходьба по тоннелям с фонариком. Будет ли на новом движке HTML5 возвращена функция игры полноэкранного режима и включения эффектов, чтобы во всех станциях происходили эффекты, как это было на движке Adobe Flash? Будет ли эффект от выстрелов из оружия? Будет ли все, как это было на движке игры Adobe Flash? На движке игры HTML5 многое, что было урезано. Будет ли все восстановлено на новом движке, как было это раньше? Когда были эффекты и полноэкранный режим, было поинтереснее. Вот что ответила техническая поддержка онлайн-игры Metro 2033. Здравствуйте! Да, мы работаем над возвратом этого функционала в версию на HTML5. Пока не можем назвать точные сроки, но в планах это есть. Если у вас будут еще какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь. С уважением. Техническая поддержка. Здравствуйте! Будет ли возвращена функция полноэкранного режима и включения эффектов? На движке игры Adobe Flash можно было включить эффекты и полноэкранный режим игры. После перехода на HTML5 в игре нельзя включить на полноэкранный режим и включить эффекты. Теперь нет эффекта взрыва от гранатомета и эффекта выстрела в пуль. Когда только убрали движок игры Adobe Flash, на HTML5 даже не было анимации по тоннелям. Спустя месяц на новом движке HTML5 сделали анимацию ходьба по тоннелям с фонариком. Будет ли на новом движке HTML5 возвращена функция игры полноэкранного режима и включения эффектов? Чтобы во всех станциях происходили эффекты, как это было на движке Adobe Flash. Будет ли эффект от выстрелов из оружия? Будет ли все, как это было на движке игры Adobe Flash? На движке игры HTML5 многое, что было урезано. Будет ли все восстановлено на новом движке, как было это раньше? Когда были эффекты и полноэкранный режим, было поинтереснее. Вот что ответила техническая поддержка онлайн-игры Metro 2033. Здравствуйте! Да, мы работаем над возвратом этого функционала в версию на HTML5. Пока не можем назвать точные сроки, но в планах это есть. Если у вас будут еще какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь. С уважением. Техническая поддержка. Здравствуйте! Будет ли возвращена функция полноэкранного режима и включения эффектов? На движке игры Adobe Flash можно было включить эффекты и полноэкранный режим игры. После перехода на HTML5 в игре нельзя включить на полноэкранный режим и включить эффекты. Теперь нету эффекта взрыва от гранатомета и эффекта выстрела в пуль. Когда только убрали движок игры Adobe Flash, на HTML5 даже не было анимации по тоннелям. Спустя месяц на новом движке HTML5 сделали анимацию ходьба по тоннелям с фонариком. Будет ли на новом движке HTML5 возвращена функция игры полноэкранного режима и включения эффектов? Чтобы во всех станциях происходили эффекты, как это было на движке Adobe Flash. Будет ли эффект от выстрелов из оружия? Будет ли все, как это было на движке игры Adobe Flash? На движке игры HTML5 многое, что было урезано. Будет ли все восстановлено на новом движке, как было это раньше? Когда были эффекты и полноэкранный режим, было поинтереснее. Вот что ответила техническая поддержка онлайн-игры Metro 2033. Здравствуйте! Да, мы работаем над возвратом этого функционала в версию HTML5. Пока не можем назвать точные сроки, но в планах это есть. Если у вас будут еще какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь. С уважением. Техническая поддержка.